Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Друзья, здравствуйте! Радиостанция Юмор ФМ приветствует всех, кто слушает сейчас нас. На частотах в ваших городах. Я знаю, что наша страна огромная, и радиослушатели у нас просто замечательные. Как всегда, в пятницу в это время мы начинаем программу «Неформат», которая призвана познакомить вас с самыми интересными событиями, которые произошли на этой неделе. А еще важнее – получить оценку на них прекрасного ведущего программы «Неформат» Михаила Задорнова. То есть меня? Я здесь? Задавайте вопросы, звоните, присылайте свои сообщения, малявы, вот так скажем, раз по мейлу, то малявы будут. Для специальной группы, те, которые мейлами пользуются. Да. Ну что, у нас есть телефон для связи 0731, звоните со своих мобильных. Там есть специальная клавиша, нажимая которую вы можете получить возможность задать вопрос Михаилу Задорнову. Мы в конце программы сделаем небольшой блиц из наиболее интересных вопросов, ответим на них. Ну а 8870 – это номер для ваших смс-сообщений. Также пишите в нашу гостевую книгу на сайте веселаярадио.ру. Там же организована и трансляция, которую вы можете видеть, если подключитесь к нам. И увидите, что все это происходит в прямом эфире из Задорнов настоящий. Да, настоящий. Ну, а у меня, наверное, я должен предложить, как всегда, для разминки свои новые наблюдения. Тем более, что они у меня есть, поскольку я был в поездке по городам на Волге. И я там выступал. И, знаете, интересно все-таки ездить не только по Подмосковью, не только по улицам Москвы в пробках стоять, но еще поглядеть истинно русские города. Сравнить, как в каком живут. Я вам должен сказать, разница не существенная. Так различается, допустим, жизнь у людей в Ульяновске и в Самаре, что даже диву даешься, как будто просто разные государства. Ну и наблюдение, естественно, я записывал, как всегда, в записную книжку. Потому что, а как их не записывать? Я приехал в Саратов, например. Первым городом был Саратов. И, естественно, надо... Ну, там небольшой такой казус получился. Я о местных властях написал в живом журнале до приезда в Саратов, до своего выступления. И там началось такое чиновничий мелкий пак... Причем мелкие чиновники начали пакости делать. Мелкие пакости, мелкие чиновники. Даже не очень интересно про это говорить. Попытались перекрыть пресс-конференцию. Сделать так, чтобы я не встретился со студентами. Ну, то есть выслуживаться перед губернатором и перед мэром. Хотя, действительно, я оказался прав в своем живом журнале, когда писал, что губернаторы не заботятся о людях, а заботятся о себе. Вы знаете, я, например, давно не видел, чтобы так неухожен был город. Великий русский город Саратов. Причем реагируют зрители потрясающе. Боюсь, что чем беднее жизнь, тем острее чувство юмора. Но два концерта у меня там было. Но каждый, кто приезжает, вот Хазанов или я, или кто-то, удивляются. Потому что таких тротуаров мы не видели. Я, наверное, даже в детстве не видел в советское время. Это невероятно. А сами чиновники, вот эти главы соответствующих ведомств, они живут-то хорошо. У них-то тротуары на газонах, на участках хорошо выложены. И люди меня, конечно, в этом смысле поддержали. Они поняли, что я не над людьми смеюсь. Но, забавно, конечно, надо было охрану усилить. Потому что непонятно, какая провокация могла быть. На концерте я позвонил в охранное агентство, говорю, как охрана, он говорит, у нас есть разблюдовка, цена каждого охранника. Я говорю, ну давайте, сколько стоит охранник на вечер? Он говорит, тысяча рублей. И замялся. Я говорю, а еще что? Он говорит, простите, охранник стоит 800 рублей. А то меня обвинят. Я ошибся, поскользнулся язык. 800 рублей, так что-то мнется, так тянет. Я чувствую, что она хочет что-то сказать. Я говорю, а дальше что? Она говорит, запомнили, да, охранник 800 рублей. Она говорит, а собака тысячу. Я говорю, в каком смысле? А без собаки? Она говорит, без собаки нельзя у нас брать охранника. В нагрузку. Я говорю, это в нагрузку или охранник боится ходить без собаки? Она его охраняет. Она говорит, ну вы не волнуйтесь, у нас обученные собаки, они тихо сидят за кулисами. У меня четыре собаки за кулисами сидело. Нормально. Некоторые, говорят, смеялись даже. Понимали все. Вот так что всегда привозишь какие-то интересные наблюдения из поездок. Знаете, в разных городах даже реагируют по-разному. На разные шутки. Например, на шутки про бытовуху в Саратове реагируют очень мощно. На шутки про чиновников в Саранске хуже всего реагируют. Видимо, там не выступают юмористы. Я иногда скажу, допустим, что Единая партия России в народе прозвали «Доедим Россию». И тишина почти в зале. Ужас обуял зрителей. Но потом, к концу пятого часа моего концерта, они расхулиганились, развеселись, хохотали, уже не понимая. Это Единая Россия или тротуары в Саратове. И, ну, я вам должен сказать, Саранск меня пора... Вот это город, ребят. Если я когда-нибудь попрошу куда-нибудь меня сплавить, я попрошу сплавить меня в Саранск. Теперь я понимаю, что Депортье взял там квартиру. Но вы гуляете по центру Саранска, фотографируете на свои айпеды, айфоны, и потом будете выкладывать, допустим, в Инстаграм, многие не поймут, что это Саранск. Я решил Инстаграм открыть даже специально, чтобы выложить в лодке Саранск. Но это сильно. Я вам должен сказать, там интересный губернатор был, Меркушкин, кажется его фамилия. И он Саранск сделал очень красивым, уютным, комфортным для жизни городом. И, ну, конечно, деревни у них, у Мордвы хорошие. Знаете, едете же, едете, вроде как они по России. Ухоженные деревни такие стоят. В некоторых газ есть, электричество. В деревнях есть под Саранском газ электричество. Я вообще просто в восхищение пришел от того, что я побыл. А мы привыкли. Да, это говорит про какое-то неухоженное место. Да, это как в Саранске. Ребята отдыхают пригороды Москвы. Москва отдыхает по сравнению с той чистотой, которую я увидел в Саранске. Там вот другие, другого рода шутки, допустим, имели успех. А, конечно, в Тольятти имела успех шутка, что закон об утилизации введен. И теперь утилизации не подлежат только продукции автоваза, поскольку утиль не может утилизироваться. Разрыв зала произошел. Ульяновск, совсем другой город. Ощущение путешествия на машине времени на несколько лет назад. Еще набережная удивительно красива за счет природы. Волги, берега обрывистого. Но два тира, пневматические ружья, которые вообще еще в советские времена, я помню, были, когда я маленьким был. Еще и трещины на асфальте до советского периода, по-моему. Ну, асфальта тогда не было. Но Самара роскошный город, я могу сказать. Но везде, везде. Вот проезжаешь мимо, с одного города в другое, делаешь такие наблюдения. Деревня, развалюха стоит, и огромная церковь стоит. И такой собор какой-то. Я не буду говорить название деревни, но, поверьте, совершенно инвалидные избушки, инвалидные заборы. Все на костылях должно стоять. И вдруг, такой, как храм Христа Спасителя в Москве. Вот примерно такой, да. Мы остановились, ну, в кофеюшку зашли. Я спрашиваю, под бандитами город? Откуда вы знаете? Я говорю, церковь построили большую. Если, вот что делают кореша? Кореша, которые стали, и бандюганы превратились в бизнесменов, они первым делом строят в России церковь. Россия, благодаря нашим пацанам, укрылась огромным количеством новых церквей. Смотрите, нет худа без добра. Чиновники так просто церковь строить не будут. Более того, пятизвездочный отель. Вот приезжаешь в Ульяновск, на машине времени это улетел на несколько лет назад. И вдруг пятизвездочный отель. Просто при въезде в город такой, что Ридс-Карлтон, ну, Ридс-Карлтон просто, ну, чуть больше золота, чем в Ридс-Карлтоне. Ридс-Карлтон любит позолото, а тут, поскольку пацаны строили, то реально все золотое. Розетки позолоченные, сливы, раковины, кнопки на унитазах, все позолотое. И даже вода из водопровода ржавая золотая идет. И знаете, хорошо построено, потому что знают, пацаны руководят стройкой. Украдешь, за уши подвесят. Вот мне хочется даже написать такой очерк о своем путешествии. Сколько у меня есть еще минут, чтобы поделиться несколькими зарисовками из этого путешествия. Объявление в газете прочитал в Самаре. Пошив одежды для собак и в скобках подгонка собак под одежду. В другой газете, в Ульяновске, это просто какой-то приступ отчаяния. Выйду замуж за иностранца. Три восклицательных знака. Это отчаяние такое, чтобы чувствовали, что это вопль, а не объявление. В местной газете. В местной, да. И там же, и в скобках, самовывоз. И самовывоз, и только два восклицательных знака. Но фирма называется тоже, ну мы всегда с вами говорим, у нас такие названия сумасшедшие придумают. Ну как можно фирма «Богатырское здоровье», «Богатырское здоровье России» предлагает инвалидные коляски и костыли. Ну и я проходил мимо киоска одного. Вот как это можно тоже объяснить? Женщина продает пирожки. Смотрю в витрине, первый ценник. Пирожок с картошкой 8 рублей, пирожок с картофелем 12 рублей. Я спрашиваю, а почему пирожок с картофелем дороже, чем пирожок с картошкой? Потому что он с капустой. Ну и последняя наблюдашка, это совершенно такое забитое, переаншлаг в кафе в одном днем. Бизнес-ланч все рванули в Саранске. Ну действительно, видимо, это вкусно, дешево, соотношение цены и качества. И парень, маленький мальчик ест апельсины и орет маме, которая отошла. «Мама, мама!» И весь, все слушают, ну что он скажет? Он говорит, мама, корки для апельсина выбрасывает или тебе, как в прошлый раз, на самогон? И пауза, мамам под нос роняет и весь зал говорит. Сохрани, сохрани на самогон. И так вдруг такая дружба проявилась в этом ресторане. Классный народ у нас, небезнадежный. Все, разминка закончена. Теперь можно рекламу продолжать уже по теме, нам с вами комментировать события. У нас много действительно новостей, друзья. Через пару минут мы обязательно их начнем обсуждать. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Неформат». Сегодня последний день весны 2013 года. И в прямом эфире радиостанции «Юмор-ФМ» Михаил Задоров отвечает на ваши вопросы и комментирует события, произошедшие на этой неделе. Для начала, Михаил Николаевич, позвольте, несколько сообщений. И сразу же начнут люди писать по поводу городов. «Приезжайте в наш город, если их объединить, можно так сказать, может быть, приведут в порядок». То есть еще есть над чем работать, прямо скажем. Ну, вы знаете, они правы. Ну, а как бороться с чиновниками? Ну, и у них на дачах, на участках все в порядке. И дороги подводят хорошие. Но вот я сказал, что в разных городах реагируют по-разному. Например, на разные шутки. Ну, вот, например, в Саранске, конечно, больше всего знаете, на какую шутку отреагировали? Что игрой российских хоккеистов, когда они проиграли Франции, был доволен один россиянин только, Жерар Депортье. Ну, там концерт чуть не остановился в этот момент. Но во всех городах есть реакция на одну шутку, одинаковая. А, в Ульяновске больше знаете, на что среагировали? Вот есть такое выражение, дети отвечают за отцов. Я сказал, что она сегодня актуальнее всего для ипотеки. И там вдруг взрыв. И я понял, что там что-то не в порядке сразу с банками. То ли процент завышен, то ли чмырят население банки с этой ипотекой. Но везде, в каждом городе, где почти в каждом городе, одинаковый взрыв на следующую мою, мою, ну, шуткой назову, репризу. Что наши власти засекретили фотографии, полученные с поверхности Марса. Потому что эти фотографии показывают, что поверхность Марса значительно лучше, чем дороги российские. Чтобы жители не знали. Везде взрыв. И если я говорю эту фразу, скажем, в Ульяновске, а приехал я из Саратова. Я говорю, вы смеетесь, а я к вам из Саратова ехал. Второй взрыв, потому что все ездили по этой дороге. И я говорю дальше, в зале есть урологи? Знаете, вот как надо песок выгонять из почек? Надо по этим дорогам провозить. Проехал один денек по дороге, песок из ушей попрет. Вот как? Возможно. Да потому что у чиновников в даче выстроены коттеджи, дороги. Я нигде не видел. Я ехал из Ульяновска потом в Самару. Максим, вы видели на дорогах когда-нибудь воздушные ямы? Вот. Реально воздушные ямы. Просто хоп и проваливаешься, как вот на самолете едешь. Конечно, все раздолбанно. Но вот какая на них управа может быть? Я думаю так, что нас слушает с вами администрация президента. У них есть специальные уши, которые прослушают нашу программу. Даю совет. Пускай выдаст администрация за свою инициативу. Надо ездить и смотреть дороги. Причем приезжать неожиданно. Потому что это преступление. Ведь люди гробят свои машины на этих дорогах. Своё здоровье гробят. Настроение и отношения к государству. Родину у нас еще любят. А с государством совсем плохие отношения у нашего народа на сегодняшний день. Так что правильные письма пришли. Но есть замечательная инициатива петербургских депутатов, которые предложили разметить дороги тройной сплошной линией. Боже мой. Но они точно мои выступления слушают. Это же я говорил. У нас написано «вход воспрещен». А в другом месте «вход строго воспрещен». А в третьем «категорически запрещен». Слово «запрещен» на русских не действует. И две сплошных надо. Но это гениально. То есть три сплошных – это смертная казнь просто. Ну да, предлагается за пересечение тройной сплошной лишать сразу же пожизненно автомобильных прав водительского удостоверения. А вы представляете, что будет с американцами тупыми, как вы знаете, когда они приедут и увидят три сплошных у нас в стране. Вот как им объяснить, что русские две не действуют на русских? Ну привыкли уже, не работает это. И что у нас блондинозавры есть, которые вообще не видят и двух сплошных. Ну я думаю, что это скоро приведет к тому, это как в лезвиях. Помните, были лезвия сначала в бритвах двойные, потом тройные, потом четверные, сейчас уже пять лезвий. Так и у нас, я думаю, скоро, если примем эту инициативу... И тремя цветами надо. Триколор должен быть посреди дороги. Вы в России. Да, чтобы вы знали, где эта инициатива принята. Где такие могут быть отвратительные дороги, да? А на каждом полицейском орла двуглавого напяли. Есть еще сообщение от вас, друзья. Ну вот одно прекрасное. На номер 8870 вы присылаете в зоомагазине в городе Нижневартовске надпись «Чебурашек нет, пингвины тоже закончились». Эдуард прислал такое сообщение. Замечательно. То есть, представляете, до чего опустили образование в стране, если дети... Ведь почему это? Я понимаю, что это не прикол. Приходят дети и спрашивают, что у вас «Чебурашки» продаются в зоомагазине. То есть, сегодняшнее образование настолько оторвано от реальной жизни, что дети не знают, что «Чебурашка» это придумано, что это игрушка. ЕГЭ? ЕГЭ – это наша следующая тема, Михаил Николаевич. Кстати, да, сейчас же время ЕГЭ. Да, и, пожалуй, это главная тема недели, потому что об этом... Ну, не только ленивый, пожалуй, не говорит. ЕГЭ стартовал со скандала, пишет РИА Новости. Первый экзаменационный день, это был 27 мая, в социальных сетях накануне экзамена были выложены заполненные формы экзаменационных листов. Для получения ответов нужно было прислать свой номер телефона или загрузить некую программу, заплатить какие-то деньги и получить пароль. Удивительно, какой пароль нужно было ввести. Так. Пароль звучал так. Минобор отдыхает. Боже мой, название моей статьи в живом журнале пять месяцев назад. Да вы к этому причастны? Ничего себе, теперь меня же засудят, меня же вызовут в суд. Да, можно было отправить этот пароль и получить все 30 ответов на ЕГЭ, как пишут. И таким образом, видимо, его и сдать. Да, простите. Нет, нет, я просто хочу сказать, как получилась утечка информации, сразу же, естественно, образование стало оправдываться. Я читал на ленте РУ, что Медведев сказал, надо строго наказывать виновных. Вот. Он же все время поручение дает у нас, премьер-министр, это поручение. А у меня сразу возник вопрос, как вы выявите виновных? Вот которые, как, если многие выкладывают под никами, и кто же, как можно узнать о том, кто виноват в этой ситуации? Ну, если это в интернете. Ну, может быть, иногда можно, но всех не выявишь. Никогда в интернете. Давайте послушаем, что наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев сказал по этому поводу в нашем проекте «Хит недели». Так, давайте. Неформат. Хит недели. На Дальнем Востоке издали, все, естественно, выбросили в сеть, а для этого начинается списывание. Надо следить за этим. Я посмотрел, в общем, специалисты различных наших структур и исполнительных органов проверяют эту информацию. В общем, это достаточное основание для того, чтобы комиссия принимала решение об аннуляции результатов единого госэкзамена для лица, который соответствующей работой занимается. А теперь для тех, кто на танцполе. На Дальнем Востоке издали, все, естественно, в сеть. Я посмотрел, в общем, надо следить за этим. Следить за этим, следить за этим, в общем, надо следить за этим. Специалисты комиссии проверяют эту информацию. Начинается списывание. Все, естественно, выбросили в сеть. Начинается списывание. На Дальнем Востоке издали, в сеть. Все, естественно, выбросили в сеть. Начинается списывание. В общем, это достаточное основание для того, чтобы специалисты комиссии принимали решение об аннуляции результатов единого госэкзамена. Все, естественно, выбросили в сеть. Начинается списывание. Решение об аннуляции. Все, естественно, выбросили в сеть. В общем, надо следить за этим. Все, естественно, выбросили в сеть. Начинается списывание. В общем, это достаточное основание для того, чтобы комиссия принимала решение. Принимала решение об аннуляции. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Униформат». Михаил Николаевич, здравствуйте. Мне понравился этот хит. Я под нём буду танцевать, с утра буду его включать. А вообще, я доволен тем, что наконец-то начали снимать чиновников в Министерстве образования. Значит, не зря мы с вами целых полтора года говорим о том ужасе, который сотворили эти чиновники на нашей Руси родной. И я не знаю точно, кого сняли, но помните, мы с вами как-то обмолвились, что увольнять надо не просто министра. Это бессмысленно. Одного министра на место другого сажать, тасовать их как карты в колоде. Осиное гнездо, если есть рядом с детским садом, я тогда говорил, надо поливать кипятком. То бишь, уничтожать ос всех, чтобы улетели. И началось, по-моему, начали. Осы разлетаются из этого министерства. Хорошо, знак хороший. Ну, фамилии уволенных чиновников на самом деле не называются. Но известно точно, что Министерство образования и науки покинет Игорь Федюкин. Об этом стало известно 28 мая. Сначала информация была опровергнута, а потом она была подтверждена самим же Федюкиным, который заявил, что да, он написал заявление об уходе. Он занимался именно образованием? Да. И диссертациями? Да. Под ним, у него были. Ну, там была целая скандальная история, связанная с тем, что его критиковал и Владимир Жириновский, и Валентин Матвиенко. Обнаружилось, что у Федюкина есть одновременно выданные одним и тем же днем два диплома. Потом вроде как стало известно, что это была просто поправка в одном из дипломов, поэтому они не дублируются, а вот это один и тот же. В общем, порядка шести человек уволены из Министерства образования, и фамилии этих людей не разглашаются. Ну, я думаю, что насчет Федюкина, то, что сообщает официально, вы же знаете, официально это надводная часть айсберга. Есть другая часть айсберга, больше гораздо, которая скрыта. И я думаю, что невозможно сегодня уволить Ливанова, потому что Фурсенко находится в Кремле, а это его ставленник. И все финансовые схемы налажены, были предшественникам. И вся политика, высказанная однажды в одной фразе Фурсенко, нам не нужны образованные молодые люди, нам нужны квалифицированные потребители, она сегодня на это и заточена. И то, что увольнять начали оптом, мне кажется, это очень верно. Ведь мне опять приносят, вы представляете, по русскому языку сегодня в школах проходят, по русскому языку готовы точно, Властелина колец. Семь часов посвящено Властелину колец. Я надеюсь, что это не во всех школах, но говорят, что это во многих школах происходит. А в одной школе перепечатали, вы же знаете, мы об этом с вами говорили, что учебники перепечатают западные, переводят на русский язык. Так вы представляете, что хорошо вовремя заметили, а тут учителя возмутились. Учителя сегодня многие не возмущаются, потому что не знают, как возмущаться, что говорить. И какой национальности первый человек в мире, совершивший полет в космос? Вопрос был. Хорошо вовремя убрали. Переводной. Заметьте. Ответ. Англичанин, американец, испанец выбрать. Представляете? Ну, слава богу. В Казахстане действительно этот вопрос входил в учебники. А в Казахстане он входил, да. Мы получали даже фотоподтверждение этого, когда присылали нам страницу, сканированную из учебника, где этот вопрос фигурировал. Причем где Байконур находится. Откуда стартовал первый человек? Ну, Казахстан не Россия. С Россией еще обиднее. Казахстан действительно могут не знать, что там, какова история Руси. Салтыкова-Щедрина попытались запретить в школах. Только для внеклассного чтения не все книги. Тургенева хотят запретить в школах отцы и дети. Плохой пример Базаров подает детям. И Штольц тоже. Ну, Михаил Николаевич, это же все благие намерения. Я выступлю вам оппонентом, да, потому что считается, что дети, которые изучают в школе Тургенева, Пушкина... Ну, Пушкин не фигурирует в этом списке скорбном. Но, тем не менее, там есть ряд фамилий, Салтыков-Щедрин среди них, которые, как считается некоторыми чиновниками, морально устарели. И сейчас идет обсуждение, какие же новые книги добавить в школьную программу. А Властелин-Колец морально не устарел, конечно. Благое намерение. Салтыков-Щедрин, который написал «Город глупов», сначала им правил тиран, а потом дурак. А потом снова тиран. Я там не точно цитирую. Конечно, устарело, когда точно не в бровь, а в глаз им попадает. А когда кольцо в Средиземье искать нужно в подземельях, это все очень актуально. Для потребителя. А когда Салтыков-Щедрин сказал «За наш рубль и сейчас не дают, а скоро будут давать в морду», вот это не актуально, конечно. Очень не актуально. А когда Герцин на вопрос «Как вы охарактеризуете одним словом ситуацию в России», ответил «Воруют». Одним словом. Это тоже не актуально. А когда Карамзин сказал, что у нас не Министерство образования, а Министерство затмения, сказал он. Это классики для них не актуальны. А знаете почему? Потому что они не читали. И когда я разговаривал с Министерством образования, я понял, что они не читали очень многих книг из классической литературы. Да, знаете, по-моему, уволили, вот я же говорил уже, министр образования, он альпинист сегодня. Это не повод быть министром образования, но, по-моему, уволили тех, кого он взял из собственной связки, которые его поддерживали. У меня, по-моему, некоторые из них все-таки падали со скалы. И потому что такого, что они... А Дом-2, я им хочу посоветовать, а Дом-2 включите тогда вместо Салтыкова-Щедрина. Свято место пусто не бывает. Дети сами заполнят Бэтменами и Спайдерманами. Это пустое место. Они творят преступления. Максим, у меня новые задачки, но я не буду зачитывать все, чтобы не тратить время. Но хочу обратить внимание, что задачки сегодня направлены на развитие жести у детей. То есть, как в Голливуде, чтобы они чувствовали, что жизнь это не счастье, не раздельно счастье и любовь, а жесть. И если раньше в задачках писали, Алина отдала подругам три яблока, теперь пишут, подруги отняли у Алины три яблока. И не только первые строчки. Один третиклассник может отлупить трех первоклассников, но уже четыре первоклассника отлупят трех первоклассника сами. Задачка следующая. Только первые строчки читаю, потому что не хочу тратить. В казино сатана подошел к человеку, скучающему без рулетки. Задачка для, повторяю, детей. Задачка следующая. Бобров бил Лосеву куском бетона по голове. Душил ее металлическим проводом. Перерезал вены, выполняя распоряжение Мальцева убить быстро. Однако смерть Лосева не наступила. После этого Бобров произнес. Все, больше не могу и вызвал скорую помощь. Вопрос. Имеет ли место добровольный отказ? Это для детей. Многие родители даже не понимают уровень преступления нашего министерства образования. Осиное гнездо. Поливать кипятком с кислотой. Или брать осу и бить кованым сапогом в лицо. С подковой. С подковой. Автобус. Задачка. Автобус. Переехал группу детского сада. На самом деле, я просто хочу сказать, что очень много мы получаем сообщений. Вы зачитываете действительно задачи. И у нас развернулась на сайте целая полемика. Что, мол, эти задачи неправдивы. Но факт то, что, друзья, загляните на наш сайт, вы увидите, как люди сами сканируют фрагменты этих учебников и присылают. Утверждены они, не утверждены. Они как-то выпущены. Они как-то вышли в печать. И они где-то реально появляются. Они утверждены иногда Министерством образования, иногда теми чиновниками губернскими, в губерниях, в которых эти учебники выпущены. В этом и ужас, что в советское время учебники были одинаковые для всех городов. Ну, то, что не без нашего посыла в администрации президента доложили президенту, мол, нужен единый учебник истории. Хорошо, хотя бы так началось, а это гениально. И вот думаете, опять, мне же прислали сфотографированный учебник, а многие думают, что это прикол. В первом классе задачка была, на крыше сидело пять медведей. Два медведя улетели. Сколько осталось медведей на крыше? В общем, посчитать-то легко, но вопрос. Вопрос у меня один, что курил автор. Это все-таки марихуана или ЛСД? Ну, здесь образное мышление, может быть, развивается у ребенка, он может допустить, и, наверное, это хорошо с точки зрения авторов учебника, что медведи могут сидеть на крышах и тем паче летать. Лети, медведь, ты свободен. Ну, в хорошем смысле, друзья, конечно. Я по поводу ЕГЭ. Да, давайте вернемся к ЕГЭ. Ведь тут что произошло? У нас есть такой город, называется он Стрижевой, в нашей стране. Северный. Да, это северный город, он приравнен к районам Крайнего Севера, хотя находится в Томской области. Туда значительно ближе ехать из Нижневартовска, нежели из Томска. Можно лететь туда и так далее. Но самое главное другое. Когда Министерство образования словами, если цитировать близко к тексту, министра Ливанова, начало оправдываться, почему это попало в сеть, ответы, то была произнесена фраза, что в труднодоступные районы повезли чуть ли не на летних упряжках, то есть каким-то образом доставляли вопросы и ответы на ЕГЭ, и оттуда произошла утечка. На упряжках доставляли? Ну, не на упряжках, я образно выражаюсь, ну, то есть как-то доставляли заранее, как бюллетенин для голосования, но смысл в том, что они попали в сеть. То есть эти отдаленные районы Крайнего Севера имеют связь, интернет-связь, в которую моментально попали и ответы, и вопросы. У меня один вопрос. Я понимаю. Они так долго туда доставляли заранее, раз можно было по той же сети отправить там в течение, не знаю, там, нескольких секунд открыть этот сайт перед началом... Ну, вы представляете уровень образования этих людей? Они доставляют туда, когда можно было... Но, у меня еще один вопрос, Максим. Почему никто не задумывается? Какой ужас представляет из себя ЕГЭ? Вообще, искать преступников ЕГЭ, вот, которые выложили в сеть кого-то, это глупость. Преступники те, кто это затеяли вообще. ЕГЭ надо категорически устранять. Но ведь наш премьер-министр, он на айфоне познает жизнь. Он сократил часовые пояса. Почему в России? Потому что на айфоне Россия не очень выглядит большой. Маленькая такая страна, в общем, размером с Францию на карте. И он понять не имеет, хоть бы кто-то из них включил мозг, если еще осталось, что включать. И подумал, это какой ужас, если учителям требуются правильные ответы. Когда в школах советских учителя всегда знали, что надо, как правильно должен ответить ученик. А теперь даже учителя не знают этой хрени. Поэтому доставляются и ответы. Доставляются ответы туда, да? Да. Но это девушка, на которую спустили сейчас всех собак, которая сфотографировала. То есть девочка в этом городе, в Томской области, которая называется Стрижевой, сфотографировала вопросы, отправила другу. А тот выложил в сеть с просьбой помочь. И это все сразу разлетелось. Так вот, ее результаты по ЕГЭ аннулировали с пересдачей на следующий год по русскому языку ЕГЭ. Так вот, этот крайне труднодоступный район, вы знаете, находится, между прочим, туда 3,5 тысячи километров. Я тут выяснил, нужно ехать на автомобиле. Можно долететь до Новосибирска и потом прилететь туда. Это все довольно быстро все достигается. Но почему там, почему ребенок и почему действительно не система? Я вообще скажу вам, что то, что с Владивостока идет эта информация, мы все знаем уже 5 лет. Это Медведев в этом году первый раз об этом узнал. И это вранье про эту девушку. Буду говорить с интонацией железки, вранье это все. Виноват чиновник, который сам за бабки взял и выложил это все. Который первым это получил. И это очень может быть, что произошло на Дальнем Востоке. Но эта девочка стрелочник, своих же не будешь подставлять. А он просто, это за бабки выложено. Друзья, мы прервемся буквально на пару минут, чтобы продолжить программу «Униформат». И пишите нам свои комментарии, мнения на этот счет. Обязательно их прочитаем. 8-8-7-0. Друзья, продолжаем программу «Униформат». В прямом эфире из студии Юмор-ФМ в Москве. Михаил Задоронов отвечает на ваши вопросы. Меня зовут Максим Забелин. Я помогаю, как могу, Михаил Николаевич. В основном, зачитывать СМС-сообщения. Коих приходит огромное количество на наш номер 8-8-7-0. На гостевую книгу нам пишут люди из-за рубежа, поскольку не могут отправить сообщения. Правда, услуга работает только в России. Ну что, очень много сообщений по поводу дорог. Прям тема реально всколыхнула. Дураки дороги, вечность. Скоро Гоголя забретят чиновники. Пишут, что вот в Новопавловске нет ни дорог, ни домов, ни церквей. Видимо, нет бандитов. Вот, тема правильная была поднята нами. Значит, все верно, подмечено. Несколько еще сообщений ваших. Друзья, если не успеваем все прочитать, у нас все на сайте. Там прям развернулись целые дискуссии. В Самаре реклама по телевизору при покупке компьютера струны в подарок. Хорошо, что не одна струна, хотя бы все струны. Что струны? Прекрасно. Ну, как бы компьютеры... А вот это мне нравится. Вчера ребенок получил почетную грамоту в школе. Нашли, запомнили, почетную грамоту в школе. То есть, учителя выписывали. Нашли две орфографических ошибки в грамоте. Кстати, довольно часто мне подобные вещи приходят. А русский язык же уходит, грамотность уходит. При мне одна говорит, у меня отобрали права, потому что я ехала против шерсти. Сказала она. Вторая сказала, я взгляну по компу, чтобы не было никаких инцестов. Продавщица мне сказала, наш товар был переимплантирован на другую полку. Кто-то еще меня порадал. А, я выезжаю недавно из Саранска, и вот у меня вопрос, почему другие не придираются? Почему я один такой придирчивый? Написано, при выезде из гостиницы, такой стоит рекламный щит, и на нем написано, русским боком, кэшбэк. Кэшбэк. Ну, хорошо, я знаю, о чем речь идет. Я даже знаю, что по-немецки это Мерверштойер будет. А Масахнаса по-еврейски в Израиле. Но, друзья мои, вот другой человек идет, и написано кэшбэк. И что? Что он должен делать? Уезжать, не уезжать. Да, это деньги, которые вернут потом такс-фри. Но. Еще одно что-то непонятное сейчас сказали. Да, я объяснил. Кэшбэк это такс-фри. Кстати, когда многие пишут, я, собственно, ушами слышал, когда в меню было написано картошка-фри, многие думают, что бесплатная картошка. Ну, это хорошо. Ну, придурков же много в результате реформы образования. И, знаете, я подхожу, естественно, к ресепсионистке. А симпатяга сидит, русская девушка такая. Я говорю, ну, кэшбэк это что? Она говорит, это не мы писали. Сразу мне. Я говорю, и что я должен думать? Она говорит, я говорю, как кэшбэк? Что? Осуществить. Да, осуществить. Готовы? То есть она говорит, получите только через 40 дней. Я говорю, после чего? Когда моя душа покинет стратосферу. Она хохотит. Народ собрался. То есть, ну, реально этих придурков, бизнесменов уже давно все обсмеивают. Ой, не только бизнесмены. У нас же есть еще исторические казусы. Я об этом, правда, не знал. Из республики Кабардино-Балкария пришло сообщение. В городе Нальчике стоят два памятника. Один, 450 лет добровольного присоединения Кабарды к России. А второй, жертвам столетней войны Кабарды против России. Значит, это два варианта. Или поколение, сдавшее ЕГЭ, устроилось на работу, которое одно от другого не отличает. Или чиновники взяли бабки и у тех, и у других. У двух сторон. Они же сразу играют. Знаете, у чиновников нет Родины. У них где откат, там и Родина. На сегодняшний день. И, ну, то, что поколение ЕГЭ устроилось на работу, это действительно... Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. И действительно пришло поколение... Вы знаете, я не помню, говорил я вам в прошлый раз, но Достогевский ФМ мне объясняли, что это радио. Ну, ФМ же. Он радио, которое достает всех. Ну, то, что я провожу... Мои помощники проводят на улице опрос. И у молодых. Ну, вопросы такие, с такой... С подковыркой. Кто вам больше нравится, Бонапарт или Наполеон? Большинству Наполеон больше нравится из молодых. Но... Да, ведь это же торт. Ну, это же торт. А некоторые... Ну, это же коньяк, как он может не нравится. И вот под Саратом. Саратов теперь у меня любимый город. Ну, потому что действительно, он реагирует. Потрясающие зрители с великолепным чувством юра. И под Саратовым деревня, не как под Саранском, а реальная деревня такая, да? Напился тракторист и заснул за идущим... Сидя на идущем тракторе, верхом практически, на своем коне стальном. И никто, в общем, не обращал внимания, пока он по полю двигался. Но когда он стал въезжать в деревню, приблизиться к деревне, жители перепугались. Зовут... А в каждой деревне теперь полицейские. Они поверили, что они полицейские. Они в очках ходят зимой, в солнечных. С дубинками. С дубинками этими, да. Зови меня Коп. Коп-коп. Коп-коп. И вот эти Копы, вот эти, выскочили на дорогу. Молодые, сдавшие ЕГЭ, да? Да. И решили остановить трактор. Знаете как? Стрелять по гусеницам начали. Они Голливудом воспитаны. Стреляй по колесам. По колесам. Они не отличают гусеницы от колес. А этот едет, едет, спит и спит. Он уже в деревню въехал, он сейчас заборы ломать начнет. Так первый пьяный сосед отрезвел. Первый пьяный житель, на который должен был наехал, ну, назовем его Васечка. Васечка выскочил, протрезвел, залез и выключил мотор. Все! А эти километр стреляли по... Сзади бежали, спереди заходили. Ты попал в Голливуд. Ты попал в Билл? Билл. Я не попал. Не, я дебил. Я не попал. Женщина пришла, знакомая в библиотеку, а там библиотекарша сидит. Вот это, вот это она как Галкинга. Она считает, что как вот Галкин вы смеете, так надо говорить. И, а такая, знаете, когда губы перевешивают лицо, туловище, голову вперед. И вот гламурняк полный. И моя знакомая ему, ей говорит, мне, пожалуйста, Евгений Онегин нужен. И Анна Карельна. Она долго рылась в компе, говорит, таких авторов у нас нет, сказала она. И это результат. Они преступники, потому что, если хочешь ослабить страну, ты должен лишить эту страну образования, молодое поколение. Они придут на работу и сами все разрушат. Они же хирургами будут работать. Прибалтийские шпроты есть, спрашивают, хирургами, летчиками, они придут на работу. Прибалтийские шпроты есть, спрашивают в Самаре в магазине. Она говорит, нет, только рижские. Девушка оформляет, ну что значит девушка, гламурняк вот этот, с губами надутыми. Оформляет экскурсию в Москве. И моя знакомая говорит, Эстонию. Ой, простите, не тур оформляет, не в турбюро, а менеджер в банке. Ну не менеджер, ту оператор там, я не знаю, как это называется теперь. И говорят, перевод в Эстонию. Роется в компе, говорит, нет такой страны. Я говорю, как нет? Она говорит, ну вот смотрите сами, Исландия есть, Индия есть, а Эстонии нет. И вот это поголовно. Это ужас, что творится у нас сегодня в стране. Но самое интересное, я сейчас немножко заинтригую вас. Я открыл Проза.ру. Он для меня самый интересный из последних... Открыть. Из того, что я добыл интересного за последние дни. Значит, я открыл на сайте Проза.ру свой блог. Печатаю там то, что я не читаю со сцены. Ну, то есть какие-то лирические рассказы о любви. И действительно, на Проза.ру очень много интересных, есть произведений, талантливейших людей, которые не печатают издательства, потому что их никто не знает. И вот открыт специально такой сайт. Иногда это очень здорово. Такие таланты невостребованные. Но среди них есть просто, конечно, и графоманы, и просто редчайшие придурки. Но мне одна написала письмо, пишет, Михаил Николаевич, а вы загляните на молодежный подобный сайт, где молодежь пишет о любви рассказы, повести. У нас молодежь, она все равно нашинская. И вот эта тяга сердца писать о любви, она остается в родовой памяти нашего молодого поколения. Но это чудовищно то, что они пишут. Образования нет, образное мышление хочется проявить. Это я должен сосредоточиться и после рекламы вас всех порадовать. А у вас есть... Я сделал выписки из этого. Это очень сильно. Это сильно. Друзья, ну мы сейчас действительно прервемся буквально на минуту, может быть, чуть меньше. Я хочу сказать, что здесь приходят сообщения от взволнованных наших слушателей, как же мы относимся к запрету курения с завтрашнего дня. Мы обязательно это обсудим в следующем часе. Пока хочу сказать, что присылайте на 8 8 7 0 также свои наблюдения, которые приходят. Мы их обязательно также засчитаем. 0 7 3 1 номер для ваших телефонных звонков. Веселая радио точка ру. Сайт. До встречи в начале следующего часа. Друзья, у нас начинается второй час программы Неформат. Прямой эфир из студии в Москве. Мы благодарим всех, кто присылает нам сообщения. Здесь хорошие сообщения. Да, обязательно сейчас, да. Зачитаем, Михаил Николаевич, вам слово. Сообщение. Учился в ПТУ, пришли билеты из Москвы. А так как половину нам и не преподавали, попросили помочь учителей. В итоге три учителя дали три разных ответа. То есть это вот те молодые учителя, которые уже получили в 90-е годы образование, после советского времени. На трассе Ростов-Таганрог две вывески. Первая – шашлык на вынос. Вторая рядом – забор на вывоз. Все в одной шашлычной. Тут даже я готов хрюкнуть. В одной шашлычной забор. Это и стулья можно убрать, столы все заказать можно. Рекламная надпись на продуктовом магазине – колбаса из мяса. Вот спасибо, что объяснили. Конечно, это редкость большая в наше время. Так-то и с копыт с ногтями. Печенье Шадринской кондитерской фабрики называется «Глюки». Серьезно? Хорошо. А ресторан в Питере «Ленин жив». Представляете, кто там метродотелем работает? И объявление «Продаю курей, не сучек без выходных». Все! Вот то, что я говорю, поколение ЕГЭ. Сдавшее ЕГЭ пришло на работу. Так вот, я обещал вам порадовать вас, Максим, вас и всех остальных. Друзья мои, представьте, мы живем в стране, где величайшая классическая литература мира созрела. Все-таки, у кого из интеллигентных людей в мире не спроси, величайшие классики мира первыми назовут русских классиков. И вот, сегодня пишут молодые рассказы. Цитаты. «Его солнечные глаза благоухали». Ну, то есть, воняли реально. Вторая, из другого. «Его страстные губы ходили по ее лицу и оставляли на нем всосины». Третья. «Улыбка сама натянулась на его голову». Следующая. «Она отняла ему руку». Она отняла его руку. То есть, видимо, имелось в виду, отстранилась, но отняла. Хирургом работала. «Пухлые губы». Представьте себе описание героини. У нее были пухлые губы, под которыми красовалась, под которыми, под которыми проколотая бровь. Это натурщица Пикассо, друзья мои. Ну, мракосочетание, кто-то написал мне, это мракосочетание, это правильно. Он ушел от нее шагами, полными печали. А другой герой вводил руками по ее талии. Готовы? Точно? Иногда задевая соски. По талии иногда. Амплитуда широкая была. Или это такса была. Да, кстати, не понятно, что о ком речь. Или такса натурщица Пикассо. С проколотой бровью, да. Вот, он поцеловал ее горячими губами, и они остались у нее на щеке. У нее был пирсинг под левой губой. У нее левая и правая. То есть, рот вертикально у нее стоял. Легкий ветер раздевал волосы. Моргнув головой, он пошел дальше. Вы можете, друзья мои, вы попробуйте моргнуть головой? Он лежал, упираясь в потолок головой. Он лежал, упираясь головой в потолок. А она задумчиво сдвинула глаза и удавилась. Это надо... Я, наверное, все буду перечитывать из этого. Эротически выключился свет, и послышалось щебетание петуха. А кваканье коровы. Росло сказал, пора. Я просто хочу сказать, что, друзья, на самом деле, это то, что зачитывает Михаил Николаевич, для тех, кто только включился сейчас, и думает, что это шутка, это не шутка, это люди реально, молодежь, пишут свои... Молодые писатели, поэты. Пишут, пытаются описать свои чувства на одном из сайтов. Свои чувства влюбленности к любимым. И это трогательно, и это приветствуется. Но, ребят, образование нужно. Почитайте, он намазал волосы геем для волос. Парень уткнулся в одеяло и зевнул сонными глазами. И зевнул сонными губами. Как губы могут быть сонными? Они летели вниз в месте. Ее колготки развивались, как крылья любви над ними. Волосы разбросаны у нее были по всей голове. Михаил Николаевич, ну, колготки, которые развиваются, это, знаете, такой призрак тренировочных штанов, затянутый за коленями. Вот такие, затянутые, вот такие, оттянутыми такие, да? Он умер насмерть. Вот так. Не просто, а насмерть. Категорически. Они вообще любят категорические формулировки. Вот им действительно нужна тройная полоса посреди дороги. Мертвый труп лежал в коридоре и не подавал признаков жизни. Это тоже с сайта о любви вы считаете сейчас? С сайта о любви в мертвый труп. И не подавал. Вот. Ну, наконец. Он пил из блядечка. Значит, это я вообще угораю. Они сидели три минуты. Седина за три минуты. Это обладел ими. И это, я бы первое место дал. Я бы прислал книжку, если бы знал автора, почему-то под ником напечатан рассказ. В рассказе такая фраза. В порыве страсти он сорвал с него трусы через голову. Вот. Это очень сильное чувство у них, ребята, у всех. Вы представляете? А в наше время, вот мне все время хочется для ЕГЭ, но я потом, может быть, как вы скажете, все-таки вы распорядитесь временем, что сейчас надо нам комментировать или уходить на рекламу. Да нет, я просто нашел среди бескрайнего объема той информации, которую подготовила Маша Белкина, наш шеф-редактор, такую новость, что Дмитрий Медведев обратил внимание на странную тенденцию в русском языке. Так, интересно. Как он сам говорит? К зеркалу подошел. Да, употреблять слово крайний вместо слова последний. Это заинтересовало Дмитрия Анатольевича. И он сказал, что у меня есть просьба к университету, потому что университет – это университет, и коллеги действительно получают отличную подготовку. Объясните им, что слово крайний в русском языке имеет совершенно другое значение. Не надо бояться слова последний. Нормально. Почему-то сейчас тенденция такая пошла, что все только крайние. Последний – это нормально. Последний вроде значит все, кирдык тебе. Ну да, и вот премьер-министр обратил внимание на это. А почему? Крайний человек может быть в очереди. Он крайний, потому что сейчас подойдет другое, он крайним не будет. Но я не знаю. А он бы обратил внимание лучше на то, что говорит все время инновация вместо новшества. И говорит инвестиция вместо вложения. И инвестор вместо влагалец. Вложенец. Так лучше будет. Но и алармистские настроения от него слышал, дипломатические сношения от него слышал. Вот, нашел ошибку. Крайний – последний. Ничего себе. Сейчас многие говорят, он, говорят, недавно подал, сказал, что готов уйти в отставку. Да его никто не отпустит. Ну нельзя отпускать человека, который набрал такое количество людей, не умеющих работать. Надо же на кого-то сваливать. Вообще все. То, что мы с вами говорим, мне кажется, все-таки хорошо, что мы это делаем, потому что никто, кроме нас, этого во всеуслышание не говорит. Кто-то должен озвучивать. Все. Но есть еще Геннадий Онищенко, который тоже говорит очень крепкие вещи. Да. Мы просто раскручиваем бренд Онищенко. А он что на этот раз? Он сказал, что нужно не бороться с курением, а просто не курить. Ну вот такой простой способ. Перестать курить. Сильно сказано. Сказано это было, ну надо понимать, накануне вступления в силу закона о борьбе с курением. Знаменитого, который наделал огромное количество шума, и о котором наши слушатели уже интересуются, будем ли мы его обсуждать. Да, пожалуй, есть смысл его обсудить. Я зачитаю то, что пишет агентство Интерфакс. Полицейские Москвы пока ограничатся устными замечаниями в адрес нарушителей, вступающего в силу с 1 июня антитабачного закона. Об этом сообщил начальник столичного МВД, начальник Анатолий Якунин. Это будет переходный период, когда ограничимся устными замечаниями, но впоследствии будет отработан некий механизм. Ну, видимо, будет штрафовать и так далее. Где нельзя будет курить? С 1 июня, то есть с завтрашнего дня. Сегодня ведь отмечается Всемирный день борьбы с курением. То есть подразумевается, что сегодня, если ты не хочешь оставаться в стороне от модных тенденций, то лучше не курить. С 1 июня 2013 года нельзя будет курить на территориях и в помещениях школ, вузов, больниц, театров, музеев, органах по делам молодежи, спортивных учреждениях, на детских площадках, пляжах, в самолетах, общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в лифтах, подъездах и других общественных местах. То есть спектр довольно широк. Общество разделилось для, пусть, если уверенность сказать, то на две части. Первый, кто выступает против, ну естественно, кто курит, кто не курит, на две части. Некоторые из тех, кто не курит, говорят, да ладно, в принципе, ну что там, пусть курят, но соблюдают какие-то рамки приличия, не дымят мне в лицо. Что вы считаете? Ну, правильно ли, что нашего русского человека можно только с законом о борьбе с курением обязать не курить? Неправильно. С другой стороны, закон обязывает как бы не то, что не курить, а вести себя прилично в другой компании. Но если издан такой закон, то еще, я бы хотел добавить, не ругаться матом, за мат надо штрафовать, за пьяных надо штрафовать и за шум надо штрафовать. Тогда надо добавлять, почему только о курении идет речь? Отвечу почему, потому что наши юристы сами ничего придумать не могут, о родине они не заботятся, о народе они не думают, они все слизывают с запада. Раз на западе такой закон существует, то мы введем его сейчас к нам. Это то же самое, что ввели вот эти плюс 12, плюс 16, плюс 18. Почему? Потому что это в Америке сделано было. В Америке это сделали юристы, чтобы родители не подали в суд, мол, детям показывают какую-то там гадость. И у нас ввели, но у нас полстраны, я уже говорил об этом, мы с вами говорили, не въезжает, думают, что это температура. Причем непонятно, что, то ли экран перегрелся, то ли на улице похолодало. Но согласно этому закону сегодня, а ну погоди, приравнивается к дому 2. По баллам. И, конечно, это чушь полная. В таком случае, если завтра принимается этот закон, друзья мои, давайте, вы ради народа делаете. Шум сегодня мешает категорически многим людям. Ночью невозможно унять соседей, которые теперь еще накупили караоке, раньше только долбали ремонтом, а теперь еще караоке у многих. Тогда и с этим надо бороться. Кроме того, я считаю, что курильщик наносит средств себе. Конечно, если он курит в общественном месте, он наносит вред и окружающим тоже. И не надо говорить, что последние исследования на сусликах показали, что это не так. Но самый большой вред здоровью наносит плохой воздух в Москве. Почему никто не скажет сегодня и не ведет закон, что машины не должны так, вот такие выхлопы, такую загазованность создавать в Москве? Ну есть же нормы евро-3, евро-4, евро-5, но все это компенсируется тем, что ТО при прохождении его можно совершенно спокойно, и многие об этом знают, купить это ТО, договориться и так далее. Тебе поставят хоть евро-6. Почему я в Ригу уезжаю часто? Потому что я хочу дышать свежим воздухом. Там евросоюзные нормы. А не ввели мы не можем? Поэтому я считаю это нечестно. Так же, как нечестно посадить Ходорковского одного, а еще две тысячи, где ходят на свободе. Но если мне будут курить в лицо, я ему скажу все, что я думал, без всякого закона. Я скажу, пошел вон отсюда. И закон мне не указ в этой ситуации. Мы продолжим через пару минут. Друзья, оставайтесь с нами. Продолжается прямой эфир программы «Неформат». На всю страну работает Михаил Задорнов, отвечая на ваши вопросы. И даже за пределами страны. Чего уж там греха. Причем с удовольствием это дело. Да, Михаил Николаевич, ну для начала несколько сообщений с нашего смс-портала 887. Хорошие сегодня сообщения. Может их не так много, но они замечательные. Нет, их много, но те, которые отбирает наш редактор Ян Розенберг, они просто прекрасны. Девиз «В школе у сына в классном уголке». Мы – молодежь 21 века. Попробуй-ка сделать из нас человека. Класс. Вот это уже сами дети начинают смеяться над тем, что происходит. Это хороший знак. Но, а мне недавно говорили про 21 век. Мне недавно молодые люди объясняли, не скажу где, потому что это позор для этого города будет. Они говорят, конечно, вы умные, вы же родились в 19 веке. Они мне говорят, что? Я говорю, откуда вы взяли? Ну вы же 1948. Впереди 19, значит 19 век. И вам 48. Мне, да, да, и вам мне 48 всегда, значит. Хорошо добавили вы. Вывеска на магазине. Лицам до 18 лет спиртные напитки в розницу не продаем. Гениально. Только оптом. Кому нет. Детям особенно. Чем младше, тем больше ящиков водяры может купить. Мы начали сегодня с темы о дорогах, что они не всегда настолько безупречны в России, как о том говорят. И пришло сообщение из Воронежа. Я считаю, что оно прекрасно. Сообщение от Ольги. В Воронеж 23 мая приезжал Владимир Путин. Дальше пишет она. Оказывается, у нас есть завод по производству лучшего в России покрытия для дорог. А я-то и не знала. Слушайте, я слышал про эту историю. Они в два дня покрыли весь город асфальтом. Раньше матом покрывали, а теперь асфальтом покрыли. Это, видимо, неожиданная проверка. Та самая была, о которой говорили многие. Потому что есть такая пословица. Воронеж не догонишь. Я кое-что пропустил, а теперь догонишь. Ребят, вот зря вы сделали покрытие. В Воронеже, да, нас слушают. Привет огромный этому замечательному городу. Но вы не радуетесь, воронежцы. Все равно с первым снегом сойдет. Растает. С первым снегом Путин уедет. Это на три дня. Это одноразовое покрытие. Ну да, почему-то все думают, что после того, как Владимир Путин уезжает, то забирает асфальтовое покрытие с собой. Перед ним ФСБшники бегут, с граблями, очищают природу и разворачивают дороги. Это так я в один город приехал, меня должны были встречать, я приехал со своей красной дорожкой. Сам развернул, сам пошел по ней. И они не прикол, они мама, не все поняли даже прикол. Они подумают, да, Задорнов, наверное, уже совсем. Уже крутой, заказывает себе в райдере. Райдер это так, требование так называется. Райдер и красную дорожку тебе заказал. Да. Ну что, есть сообщение, которое подтверждает ваши слова о том, что если мы пойдем по западному пути, то, возможно, мы скоро придем к тому, что происходит в Европе. Так вот, ученые в Брюсселе подсчитали, что в последние сто лет человечество потеряло в индексе IQ, то есть интеллектуального коэффициента называемого, 14,1 пункта. То есть стало глупее на 14,1 пункта. Я слушаю внимательно, категорически согласен, я не понимаю, откуда цифры эти берутся, как это почитывается. Как одна спросила, у тебя какой IQ? А та говорит, я не знаю, я скайпом пользуюсь. Ну, примерно так. Так вот, важно не то, что ученые из Брюсселя потратили долгое время на то, чтобы выяснить, что этот уровень IQ в Европе в среднем понизился. А из-за чего он понизился? Так вот, они пришли к выводу, что это произошло из-за умных женщин. После того, как женщины стали заниматься своим образованием, они стали по-другому несколько смотреть на мужчин и перестали заводить семьи, по крайней мере, многочисленные. В этой связи уменьшилось количество детей в умных семьях. И таким образом увеличилось количество детей в семьях, в семьях, где не очень высокий IQ. И таким незатейливым способом Европа сейчас наполняется людьми, которые на 14,1 пункта имеют разума меньше, чем их предки 100 лет назад. Представляете, как безнравственна Европа, если ум и бездетность стали синонимами, а глупость и продолжение рода то же самое, да? Знаю, мне часто говорят, как ты, Европа такая нравственная, Европа живет лучше, и я все время говорю, ребят, включитесь, как можно считать нравственными страны, в которых нет рождаемости, и падает рождаемость, и еда производится, делающая из людей уродов. Но я уж не хочу сказать о Евровидении, которое мы с вами, между прочим, недавно смотрели. Я смотрел, Максим, я смотрел до конца. Я кусал себя, щипал, чтобы не заснуть, что я только сам с собой не делал за все места. Ну, потому что невозможно ощущение, что пели одну и ту же песню. Европа живет в инструкциях, в правилах. Вот так надо перекидывать микрофон из руки в руку. Вот так надо дергаться. Вот за каждой пельзимухой, поющей сзади, три... Как вы запомнили название этой группы? Я... Три хмыря обязательно корячатся. Такие, как сорники на сковородке, как глисты, аскориды на сковородке. Я не знаю, не видел глистов на сковороде. За каждой пельзимухой корячатся три хмыря. Три хмыря. Это вот Евровидение. Три, четыре. Они там то каракатиц изображают, то какая-то полная чужня. А поют, как Стас Михайлов, одну песню. Ты без меня или я без тебя. И одна и та же нота. Так должны петь евнухи в гаремах. Но за это бить будут жены шейхов этих евнухов. Потому что так даже там нельзя. И так кастрированные козлы поют. И когда... Мужских голосов не стало. Когда вышел румынский певец и запел фальцетом... Вы помните, в костюме Дракулы он вышел. И запел фальцетом. У меня было желание... У меня удивление, Максим, сменилось на желание вбить в него осиновый кол. В этот же момент оказалось, что половина Европы такое желание было. Финские... Ну, редко проскакивало что-то такое забавное. Ну, вот финские... Чуть сказал хоккеисты. Финские исполнительницы после того, как спели, поцеловались смачно и затяжно в губы. От этого я решил, что до финнов, наконец, дошло. Знаменитая тату. Тату. Тату дошло до них, наконец. Ну, а то, что наша... Теана Гарипова. Наша выступила хорошо. Видно, что у нас уже кормить стали певиц нормально. И что уже есть деньги на платье длинные. Достойно. Достойно. Скушняк полный. Но достойно. Вообще, Евровидение поют не... Зажигалок нет. Что такое песня? Когда ты хочешь спеть в компании, поддав. Вот это песня. А вы можете хоть что-то спеть. Теперь мода. Босиком выходить. Следующее Евровидение выйдет, человек с хвостом победит. Все будут с хвостом выходить. И держать в хвосте микрофон. Вот, например, я очень советую. Ну, а с Гариповой, конечно, я вам расскажу секрет. Там не в Азербайджане дело, не в этом скандале. Все равно бы ничего не изменилось. Все равно бы были за Мальтой. Но! Но! Секрет вот в чем. Все испортил Джигурда. И многие славянские люди в разных странах за Гарипову не голосовали. Почему? Потому что Джигурда сказал, что если Гарипова не победит, то он наденет лифчик и пройдет. А это-то поинтереснее, чем все Евровидение. Вот, что людям хотелось. Кстати, Джигурда выполнил свое обещание. И прошелся. И это рейтинг был выше в России, чем у Евровидения. Но в конце хочу рассказать секрет. По-моему, я об этом говорил, повторяю. Знаете ли вы, что психолог Джигурды посвящает психолога, друзья мои? Чтобы успокоиться. Уложился. Фу! Да. Небольшой перерыв, после чего мы снова с вами. Кое-что из записок, которые нам оставляют под крыльцом, мы уже зачитали. Да. Но есть и сообщения, которые пришли к нам на короткий номер 8870 с ваших мобильных. Название монтажной пены. Замечательное. Мир без дыр. Ужас. Вот представьте, жить в мире без дыр. Кстати, звезды считались в свое время дырами в ткани. В ткани якобы материалом затянут небосвод, Бог затянул. Но в нем получились дырки. Я не знаю, почему, кто проделал эти дырки. Оттуда проходит свет. И это и есть звезды. И слово дырка превратилось в стар. Стелла, стера, терра и стар звезда. Поэтому, когда говорят, я звезда, ты дырка. А я суперзвезда, супердырка. Вот почему создатели пены так далеко пошли вперед. Они говорят, мир без дыр. Мир без дыр. То есть без звезд. Без звезд. Замечательное. Замечательное родительском собрании сказала, у этой медали два конца. Боже мой, это Замечательное. Ну чего мы к ученикам с вами пристаем и их чмырим, а? Замечательное родительском собрании. Это медаль такой двухчлен, два конца у нее. Что это такое? Ну какого образования такая медаль? Ну, упаковки с зубной пастой. Ну, по-моему, все очень точно написано. Написано все в одном. Кариес, зубной камень, проблемные десны, дыхание. Все в одном. Замечательное. То есть, представьте себе, да, это рекламная упаковка зубной пасты, на которой понятно, что это должно как бы... Вообще, это сочетание, вот это, да, кариес и дыхание. Просто приятно становится. Объявление в магазине, продавцы в долг не дают. Ну, это трогательно. Это значит, что у нас пришел, говорит, творожку дайте этого, этого. Она говорит, столько. У меня нет, дай в долг мне. Замечательно. Ну, что, у нас... У нас есть еще несколько сообщений, которые не проходили, скажем, по главным лентам информационных агентств, но, тем не менее, они являются очень интересными, на наш взгляд. Да. И я хочу прочитать с сайта news.ru.com вам сообщение. В закрытом городе под Пензой поставили памятник пропуску. Это одна из тоже традиций таких закрытых советских и российских городов. В Пензской области появился новый необычный памятник. В городе Заречный он стоит. Это памятник пропуску, даже пропускному режиму. Да. Он выполнен в виде таких ворот, на которых надпись «Предъяви пропуск». Рядом стоит военный. Да, хорошо. И сейчас это является, ну, скажем, местом, куда приходят горожане, там приезжают свадьбы и так далее. Потрясающе. Вот памятник пропуску, пропускному режиму. И причем туда пройти можно только по специальному пропуску, как я слышал. Надо заранее получить пропуск. Вообще, я вам должен сказать, что мне в некоторых городах очень нравятся, какие ставят памятники. В Москве, к сожалению, это невозможно сделать. Я предлагал поставить некоторые, например, памятник одуванчику я предлагал поставить. Это одуванчик, он седой, значит, мудрый. Его ученики развеиваются по метру и сеют семена. И в этом есть что-то, про самых добрых старых людей говорят, мудрых, божий одуванчик. Одуванчик божий, одуванчик дьявольский быть не может. Слушайте, это невозможно пробить было, оказалось. А почему-то, ну, что тут сложного? Допустим, на патриарших прудах начать собирать памятник. Почему в Томске это возможно? В Томске памятник электрику, столб, на который взбирается на кошках, видели, да? Памятник Басому Чехову, памятник деревянному рублю стоит. Прикольнейшие и замечательные памятники. В Москве пора приобрести чувство юмора, а не только чувство отката. Надо поменять одно на другое. И памятник откату надо. А памятник откату, гениально. Ой, какое вы предложение сейчас булькнули. Это все, это серьезно. Надо писать от нашей с вами передачи. Просим поставить памятник. Представляете, Собянин так печальный ходит. А тут еще ему такое предложение. Он вообще улыбаться перестанет. Кстати, вы видели его когда-нибудь улыбающимся? Ну, пожалуй, только в Тюмени. Здесь все по-другому. Да. Я чиновников все реже вижу улыбающимся. Михаил Николаевич, у нас есть наша традиционная рубрика. Давайте. Вопрос от звезды. Несмотря на то, что пена предлагает мир без звезд, то есть без дыр, звезды все-таки сияют нам на небосклоне. Иногда настолько ярко, что просто слепят глаза. Вы меня пугаете. Одна из таких ослепительных звезд сейчас будет меня спрашивать умно, а я умно отвечать. Да. Итак, это Николай Басков. Я выдержал просто паузу. Неформат. Вопрос от звезды. Михаил, это Николай Басков. У меня такой вопрос. Что вы едите и пьете, что вы вот так иногда выглядите, а иногда так шутите? Хороший вопрос. Иногда выглядите, говорит он. А иногда так шутите. Ну просто, видимо, Коля выглядит так всегда. Ну да, ему хорошо, говорит, он всегда так выглядит, конечно. Это вопрос я ему должен был задавать, а не он мне. Я, мне эти вопросы очень многие задают, и не звезды тоже. Чего вы едите? А я всем отвечаю, жрать меньше надо. Ешьте все, но не жрите. Можно есть, а можно жрать. А когда я говорю, что с возрастом у челка выпадают зубы. Зачем? Чтобы он жрал меньше. А есть новая такая примета у меня. Чем больше тяга к холодильнику, тем больше масса туловища. И очень многие люди, живя в мире потребления, для них есть, является ощущением того, что он что-то из себя представляет. Ему хочется больше. Во всем хочется больше. Больше золота, больше алмазов, больше бриллиантов, больше коттедж, больше участок. Всего больше. Больше баб набрать на поехать в караоке. Всего больше. Больше от слова боль. Хоть будешь больше, будешь всегда болеть. То же самое и с жратвой. Больше, больше, больше. Отсюда слово болезнь. Я просто очень стараюсь не объедаться. А вот сейчас я хочу дать совет, поскольку наступает лето. Мне удалось подправить глаза свои. Мне многие наши окулисты говорили, пора носить очки. Ну извините, 65 лет большинство людей носит очки. Наверное 90% людей носит очки. Я без очков хожу. А почему? Я занимаюсь солнцееденьем. Некоторые считают, что солнцееденье заменяют еду. Это не так. Для этого надо быть слишком просветленным. Я не могу и гнать не буду. И врать не буду. Но если утром, ну сразу после рассвета, через кулачок смотреть на солнце, одним глазом, потом другим, даже минута, две одним, ну для начала секунд 30, потом увеличивать это время, кулачок надо сжимать, как диафрагма сжимается у фотоаппарата, то насыщается глаз светом и тренируются мышцы, хрусталик, и зрение улучшается. А если смотреть широко открытыми глазами на встающие во время рассвета солнце, и чтобы слезы капнули из глаз от солнца, ну не моргая, да, улучшается зрение. Вы понимаете, как это интересно? Это древнейший, древнейший ведический совет. Поэтому сегодня, когда говорят все врачи, не бывайте на солнце, чушь, на солнце надо бывать, но только утром, обязательно, до 12, и что такое 12? Я неправильно сказал, до полдня. До полдня. Полдень и до полудня, полдень и 12 часов не совпадают сегодня. И во множестве городов это разница большая. Полдень это когда короткая тень, а 12 это как Медведев на айфоне назначил, когда 12. Это серьезная разница. Поэтому загорать до 10 можно и нужно. Заряжайтесь солнечной энергией, становитесь батарейками-энерджайзерами. Вот оно. Не обжираться, в меру заряжаться солнцем, и не забывать о чем говорит нам природа. И будете петь как Басков. Вот собственно к этому я и вел. Такой развернутый ответ. У нас еще есть несколько минут до рекламы, чтобы успеть еще одну тему обсудить. Да. Завершился Каннский фестиваль, который был ознаменован несколькими скандалами. Я ничего не знаю, расскажите. Он был ознаменован несколькими скандалами, связанными с тем, что у знаменовестей похищали их личные вещи. То есть воры орудовали очень профессионально. Ну, я не знаю про Каннский, потому что я в Саранске был. Это и Революбин. Внимание, вопрос тогда. Чем Каннский фестиваль отличается от Саранского? Но в Саранском так не воруют такие драгоценности, во-первых. А в Каннский, ну, простите, да. Да нет, вопрос очень простой. Как вы относитесь к тому, что в очередной раз фильм об однополой любви взял главный приз Каннского фестиваля? Я все время ссорюсь с шоу-бизнесом из-за этого. Ну, ребят, ну, если вы геи, ну, чего вы другим это навязываете? Ну, оставайтесь ими, ну, пожалуйста. Будьте любезны, вам никто не мешает. Сегодня не советское время. Ну, что вы все время... А я знаю, что от комплекса неполноценности. И эти фильмы снимаются от комплекса неполноценности. Это игра в демократию. В этом нет демократии никакой. И свободолюбия в этом нет. Это все специально гонят, заменяют здравомыслие вот такими фальш... фальш-политкорректностями такими. Ну, почему? Почему я поссорился с несколькими очень известными нашими актерами, солистами, я скажу, и солистками? Не буду говорить, как их звать, ну, дабы тень на них не пала. И почему? Потому что я все время говорю, ребят, ну, в природу это не заложено. Ну, что вы все время про эти фильмы мне рассказываете? Вы видели когда-нибудь орла-гея? Я спрашивал, а... Или муравья-гея? Боря Моисеев рядом говорит, я муравьев-геев видел. Я говорю, Борь, ты как мог видеть муравьев-геев? Какого у тебя разрешения лупа было? Что ты понял, что они геи? И в течение скольких часов ты наблюдал и ждал за этим моментом? На все, на что я не смотрю, становится геем. Надо смотреть долго и пристально. Да. Но мне это не нравится. Я в Канны перестал есть. Я был два раза в Каннах. Мощнейшая энергия от красной дорожки, когда выходишь на красную дорожку, просто ошеломляет энергия, идущая от тех, кто по обе стороны от красной дорожки стоит. Очень сильно. И я даже скажу вам, что я сидел, смотрел китайский фильм один, гонконговский, и все в смокингах такие, все игра, это все чушь, конечно. Я тоже такой же придурок надел смокинг. А рядом со мной через два кресла сидит человек, который сморкается, что-то фыркает. Противно. И я думаю, ну надо же как в советском кинотеатре. Повернулся Тарантино. Ушастик. Без всякого смокинга. Чуть ли не вообще в майке, в трусах пришел. Но я посмотрел, да, он не формат был. Он действительно, вот он не подчиняется этому формату. А в этом море же купаться нельзя. Я люблю купаться. А как купаться в Каннах? Там люди заходят и стоят в воде. Так в пруду ловили русские рыбаки пьявок на себя в свое время. Такие они прилеплялись. От моря пахнет парфюмом. А чайки на мусорниках, на набережной, они мяукают уже. Они обожрались. Ну как, это не для... Знаете что? Вот, все. Я хочу снять фильм о мужиках. Вот что мужики любят баб. Пусть это считается отстоем. Какие фильмы снимаются? Есть, да, есть. А я думаю, ну в Каннах все, провал, шняга. В Каннах все, да. Что за отстой, мужик с лавой? Ай, тогда ладно. Все, вы меня отговорили от фильма. А Максим, я знаю, что я сделаю. Я призову парад мужиков. Нас в шоу-бизнесе человек семь осталось. Мы выйдем на парад и будем кричать. Нам, ребят, сюда! Ой, вообще гей-парады надо проводить в день десантника. И тогда все само разрешится. Пускай это один день будет. Да, пока мы обсудим с Михаилом Николаевичем сценарий традиционного фильма, вы послушайте, пожалуйста, рекламу на Юмор-ФМ. Программа «Неформат» к большому сожалению выходит на финишную прямую. У нас осталось совсем немного времени в эфире для того, чтобы подвести окончательные итоги этой недели, поставить жирную точку с запятой, чтобы двинуться дальше. Михаил Николаевич, еще есть одна тема, которую хотелось бы обсудить. Это тема того, что один из предпринимателей в России пытался зарегистрировать вино. Классическое советское вино, которое называлось «Солнцедар». Ой, я аж вздрогнул. Юность вспомнил, серьезно. Предприниматель из Краснодарского края, глава компании, не буду называть компанию, ладно, решил перезапустить легендарную советскую торговую марку вина «Солнцедар», выпуск которой был прекращен в начале 80-х годов. Но на пути этого предпринимателя встал Роспатент. Как следует из документов Роспатента, заявленное обозначение воспроизводит название дешевого суррогатного спиртного напитка, распространенного с конца 50-х до середины 80-х годов, получившего нарицательное значение как образ и знак эпохи застоя, в связи с чем регистрация данного обозначения «Солнцедар» в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам. Мне кажется, это неправильно, что запретили. Конечно, «Солнцедар» был не лучший напиток в моей жизни. Мы им иногда красили заборы, и доски быстро ржавели. Ну, почти распадался забор, если покрасить «Солнцедаром». Желудок выносит лучше, чем дерево, такую жидкость. Но «Солнцедара» было 3 семерки еще, вот так вот. Но мне кажется, что название очень хорошее, особенно для краснодарского напитка. И если это название взять и разработать вино действительно, как дар солнца, через виноград полученный, то это могло бы быть очень хорошим вино. И очень хорошее «Дар солнца» хорошее было. А какой советский напиток был? Ну-ка, откуда люди сегодняшнего 30-летние даже не знают, что это такое. Ну что, это я помню. И помню, как мы «Солнцедар» запивали одеколоном «Ромео и Джульетта». Ну, или «Шипром». Но это не значит, что нельзя одеколон сегодня производить совершенно по другим каким-то рецептам. Я бы и три семерки наладил. Только более. С какой-то такой ностальгией. У меня огурец захотелось сейчас взять соленый и закусить, потому что мне фуагра надоело. Понимаете? И что-то я хотел в связи с этим еще сказать. А, если не разрешает вино, пускай сок выпустит «Солнцедар». Хороший сок может быть виноградный. По-моему, это неправильно. Ну, Михаил Николаевич, у нас есть традиционная наша рубрика. Осталось немного минут. К сожалению, мы «Солнцедар», наверное, не попробуем в ближайшее время. Только со складов где-нибудь. Ой, я бы куда-нибудь забурился где-то. Я думал, где-нибудь, наверное, в подземельях под Челябинском есть «Солнцедар». Может, поэтому метеорит и прилетел туда. По инопланетям, может быть, туда летят. Знаете, это чаще всего ведь под Челябинском. Мы говорили об этом. В НЛО появляются. Вот, наверное, стратегический запас «Солнцедара», где хранится. Давайте послушаем вопросы от наших слушателей. И от вас постараемся получить блиц-ответы. Хорошо? Да, давайте. Добрый день, Михаил Николаевич. Анатолий Улан-Удэ. Скажите, что легче вам рассмешить кого-нибудь, или чтобы кто-нибудь рассмешил вас? Да, это в гармонии. Я легко смеюсь. Когда остроумный, я смеюсь. Мне нравится смеяться. Смех, когда есть на конце буква «Ха», звук «Ха», означает, что надо что-то выдохнуть. Смех «Ха» – это значит «выдаха». А «Ха» – это равновесие. Отсюда слово «Ха-то». Ты в равновесии пришел и должен «Ха» выдохнуть и быть в равновесии. Поэтому, кто смех «Ха-ха», тот в большем равновесии. Кто не стесняется смеяться. Знаете, в зале бывают люди сидят, нахмуренные такие, злыдни, тролли реальные такие, пришли, как им плохо, когда зал смеется. И я уверен, что они все после моего концерта заболевают. Вот эти люди, которые ненавидят юмор, которых нет чувства юмора, которые живут комплексуя. Так что вопрос ваш умный, и ответ тоже не глупый получили. То есть они приходят на концерт вопреки. Чтобы злиться и получать удовольствие. И быстро к суициду. Здравствуйте, Михаил Николаевич, это Владимир из Смоленска. Скажите, а какая у вас любимая русская народная песня? Может быть, напоете пару куплетов? Спасибо. Это, видимо, после вопроса о караоке. Если я напою, люди выключат свои все радиоприемники, потому что у меня стадо медведей танцевало на ушах просто. Хотя внутренний слух, вежесловно, у меня есть. Но вот с самого детства моя любимая песня «Простенько у Разина». И вот я совершенно не понимал, что он бабу выбросил, куда и за что. Но мне так нравилось, и только сейчас я понял, что баба – это та жизнь, которая навязывается нам извне. И что он выбрасывал? Он этим призывал пацанов жить своей жизнью, нашей, российской. И поэтому, когда «Разина», это я теперь узнал. Ну, как я мог в юности это... А мы, кстати, по пьяни часто пели эту песню. А иногда еще, знаете, слова мешали. Из-за острова настреженный морстор речной волны выплывают. Расписные стеньки «Разина», челны. На переднем стенька «Разина». А дальше «На побывку едет молодой моряк, Грудь его в медалях, ленты в якорях». На переднем стень «Разин», обнившись, сидит с книжной. Что-то да, и веселый, и хмельной. Руку жмет он нежно и глядит в глаза. Она смеется, целовать нельзя. Теперь с аудиторией только увеличилось, Михаил Николаевич, браво! Прекрасно. Целовать нельзя. За борт ее бросает на бежавшую волну. Там под солнцем юга, ширь безврежная, Ждет его подруга нежно. И тут восемь оголочек. Стратегические запасы солнцедара у нас есть, я чувствую. Поняли, какой запас солнцедара был, да? Класс. Ну, Олесь, хороший вопрос, потому что я действительно волнуюсь. Я вообще считаю, что я человек талантливый. Они волнуются только бездарные люди. Они выходят халтурить. Кроме того, они выходят петь под фонограмму, а я же без фонограммы. Конечно, волнуюсь. А вы слышали, вот, например... Вот знаете, почему наши не волнуются поп-звезды? Ну, вот фонограмму, чем волноваться? Вы слышали, Олесь, если не слышали, послушайте, как поет... Ну, вот этот, боже мой. Ну, а, например, как Киркоров Филипп поет. Кто-то прикололся из звукорежиссеров и записал истинно, что он поет, в то время, когда идет фонограмма. Вы, по-моему, знаете эту запись, Максим, да? Ну, и записали Витаса, тоже, ну, сравнительно недавно. Но это вообще совершеннейшая разница. А у меня что фонограмма, что я, разницы нет. Конечно, волнуюсь. Почему, знаете, талантливый, потому что, как говорил... Как про меня говорят, поддающий и надежды тоже. Я хочу сказать, что талант Михаила Николаевича замечен не только многомиллионной аудиторией радиостанции Юмор-ФМ, зрителями и слушателями во всей России и за ее пределами, но и компетентным жюри премии «Радиомания». О-о-о! Да, программа «Неформат» вышла в финал премии «Радиомания», где вы, Михаил Николаевич, можете оторвать главный приз. Нормально. 6-го числа состоится вручение премий, да, и возможно вполне, что среди тройки финалистов именно вы станете победителем. Ну, слушайте, у меня тогда будет... Давайте поздравим. Вторая премия, вторая, я сам себе поаплодирую, вторая премия будет в жизни. Первая у меня ленинского комсомола, 1976 год. Я же в 19 веке родился, в том веке и получил премию. Если я получу, не получу, все равно приятно. Уж не только ведь мое выступление должна замечать администрация президента и челядь Медведева. Да, ну, благодарю вас. Вы как-то раззадорили меня. Ну, дождемся 6-го числа. Да, дождемся. День Пушкина, кстати. Да. Ребят, ну что, у нас программа подошла к концу. Мы уже заканчиваем ее. И хочу сказать спасибо огромное вам за то, что эти два часа вы провели вместе с нами, за то, что писали нам, за то, что звонили. Я еще хочу с ними разговаривать, а уже времени нет. Ну, что такое, я, может быть, распоюсь к концу 3-го часа. Ну, да, может быть, тогда продолжим чуть позже. Может, еще одну песню? Помаленько по Солнцедару, Михаил Николаевич. Под Солнцедарчик. Слушайте, а я же записал диск с песнями, и я показывал молодому одному коллективу, как надо петь. А они мне говорят, ну, я показывал режиссерский. Они говорят, мы так не споем. Вы спойте. И я не то, что спел, но я проговорил там речитативом. От этого так появился реп. Да, да, и я хотел этот секрет раскрыть, что реп, задорный реп. Но в следующий раз я вам принесу диск, давайте поставим его. Пускай слушатели услышат, как надо петь с чувством, и чтоб потом хотелось в компании это спеть. Друзья, спасибо огромное. Михаил Николаевич, до свидания. Спасибо, тоже достанем. Пятница. Задорнов. Не формат.